Приветствую всех! Сегодня книжный обзор будет посвящен необычной книге. Необычная она, наверное, в первую очередь, потому что ее автор я. Книга называется «Миф моногамии семьи и мужчины» с подзаголовком «Как рождалось мужское господство». Название может показаться немного странным, но дальше объясню, почему именно так. О чем эта книга? Главным образом о том, как исторически возник брак, этот союз мужчины и женщины. Да, большинство людей даже не задумываются над тем, как это все происходит. Они думают это нечто естественное, естественный порядок вещей. Но ученые уже много десятилетий, а может и столетий, ломают голову над этим, и внятного объяснения до сих пор не найдено. Как возник брак? Существуют три самые популярные концепции рождения брака. Среди них биологическая концепция, экономическая и, так сказать, агонистическая. Биологическая – это всем известная байка о том, что однажды самцу древнего человека почему-то вдруг стало важным знать, понимать, что эта самка родит именно от него, и чтобы они вместе растили именно его детей. Почему-то вот ему это было важно. Эта гипотеза абсолютно спекулятивная, потому что у наших ближайших родственников шимпанзе отцовство неизвестно. Они просто все спариваются неупорядоченно, как я уже много раз рассказывал в предыдущих передачах. И самец совершенно не заинтересован, его потомство или не его. Неважно, самка растит сама, ей помогают другие самки и ее дети другие. С другой стороны, данные этнографии показывают, что даже в современности существуют племена охотников-собирателей, которым также отцовство неизвестно. Они считают, что женщина изначально от рождения беременна уже плодом, и просто в какой-то момент этот плод начинает расти. Так вот, они, то есть не знают о феномене отцовства, но брак у них уже есть. То есть союз мужчины и женщины, он уже есть. Таким образом, биологической концепции гипотеза не подходит совершенно. Она абсолютно умозрительна и спекулятивна. Экономическая концепция, она исходит из того, что однажды, когда люди перешли к землетелию и скотоводству, в руках мужчины, почему-то в руках мужчины именно стала накапливаться собственность излишки производства, добытого, произведенного продукта. И ему именно в этот момент почему-то опять же вдруг становится важным, чтобы женщина рожала детей именно от него, чтобы его имущество переходило к наследству именно его детям. В значительной степени эта гипотеза известна благодаря трудам Энгельса. Так вот, эта концепция тоже не подтверждается, потому что уже в 20 веке было показано, что у многих племен охотников-собирателей, у которых нет никакого землетелия, скотоводства, то есть нет феномена частной собственности, оно им неизвестно. Брак опять же есть. Хотя упертым марксистам до сих пор все это не аргумент и не мешает ему всеми зубами держаться именно за эту концепцию, хотя она уже много раз опровергнута. И наверное только на постсоветском пространстве эта концепция еще в активном ходу. Третья концепция, о которой я упоминал, агонистическая. Она исходит из того, что из высокого сексуального желания мужчины, якобы в древности было так, и самцы бились за самок, чтобы спариваться с ними. Вот именно на этой конкурентности построена вся эта концепция, потому агонистическая называется, потому что агония, агон, борьба. Первый, чисто вопрос, который возникает, самцы стали, поделили самок между собой, чтобы всегда с ними спариваться, чтобы у каждого была своя. И так якобы в коллективе воцарилась мир, дружба, жвачка. У этой концепции также есть абсолютно очевидные бреши. К примеру, зачем самцу вдруг монополизировать самку для занятий сексом? Ведь он не секс-машина и не занимается сексом сутки напролет, верно? У обезьян, например, у шимпанзе обычно акт длится около нескольких десятков секунд. С другой стороны, эта гипотеза не подтверждается данными приматологии. Если мы берем все те же шимпанзе, ближайших наших родственников, и у них все самцы спариваются со всеми самками, промискуитет, так вот там никаких битв самцов из-за самок не происходит, потому что промискуитет как раз удовлетворяет потребностям мирового содружества. Нет нужды драться из-за самки, если у всех есть доступ ко всем самкам. Соответственно, концепция эта уже тоже не верна. Таким образом, у нас есть три самые популярные гипотезы о происхождении брака, но все три не выдерживают проверки данными, современными данными этнографии и приматологии. Чтобы понять гипотезу рождения брака, предложенную в этой книге, необходимо учесть несколько факторов. Всегда по умолчанию, как-то само собой разумеющимся, считалось, что мужчина господствует по той причине, что его вклад в жизнеобеспечение сообщества очень весом. Мужская охота является чуть ли не фундаментальным основным источником пропитания. Но в середине 20 века ученые решили проверить это. И выяснилось совершенно обратное, что в действительности именно женское собирательство кормит многие современные племена. Мужская же охота приносит очень небольшой процент пропитания. В некоторых сообществах мужской вклад составляет лишь 10 процентов. И когда антропологам стало известно, что мужской вклад в пропитание сильно уступает женскому, возникла дилемма. Что же в древности привело к возникновению мужского господства? Почему во всех обществах мужчина занимает ведущие, лидирующие позиции, а женщина же всегда угнетена, занимает подчиненное положение? И научный мир озадачился. Хоть по всему миру и считается, что мужчина охотник, и это звучит гордо, в действительности вклад его минимален. Но есть еще один нюанс, который не учитывается современными антропологами. В древности существовала мегафауна, гигантские млекопитающие, мамонты, мастодонты, гигантские ленивцы, бизоны и многое другое. И сейчас нам достоверно известно, что люди на них охотились, и охотились очень активно. Истребили они именно их или нет, это большой вопрос. Но нюанс же в том, что главное, охотились активно. Вот, если мы в нашу концепцию вносим охоту на мегафауну, которая началась минимум 400 тысяч лет назад, она уже была, существовала, находят копии, которые были вонзены в трупы слонов. Скорее всего, она началась еще раньше, может быть, миллион лет назад, то есть еще на территории Африки все это происходило. Так вот, если мы учитываем в древности существование охоты на мегафауну, то картина может в корне измениться. Я предлагаю следующую концепцию. В древности племена охотников-собирателей кочевали с места на место, собирали плоды и мелкую дичь добывали, которую добывали также женщины с мужчинами наравне. Разницы, то есть, в деятельности не было. Но, когда постепенно совершенствуются орудия, и люди все чаще и активнее начинают охотиться на крупную дичь, то тогда начинает все потихонечку меняться. Женщины продолжают заниматься той деятельностью, которой занимались миллионы лет до этого, а мужчины же, поскольку все добытое самками и так достаточно для обеспечения сообщества, мужчины же позволяют себе охоту на крупную дичь. И причем есть некоторые наметки, указывающие на то, что охота эта мужская, она не была объективной необходимостью. То есть, мужчины убивали дичь не с той целью, чтобы кормить свое сообщество, а именно это больше было похоже на игру, на спорт. В этом процессе рождалось явление мужского престижа и престижной экономики вместе с этим. Занимаясь охотой на мегафауну, мужчины увеличивали свое господство, эффектность. Это было очень эффектное занятие. Именно охота на мегафауну могла послужить плацдармом для возвышения мужчины. И с тех пор мужчины – это те, кто охотятся. Рождается вот этот миф. Скорее всего, это было еще глубоко в Африке, несколько сотен тысяч лет назад. До того, как люди оттуда вышли. Так вот, рожденный в ходе охоты образ великого, могучего мужчины, охотника, так плотно заседает в культуре, вся культура строится вокруг этого. И именно мужская деятельность становится престижной. Мальчика с детства готовят к этому. Ему не позволяют заниматься женским трудом. Мальчика с определенного возраста готовят к этому. По достижении определенного возраста производят обряды инициации. Это все то, что существует до сих пор у всех охотничества через собирательский премьер. Он должен пройти какое-то испытание и стать мужчиной. Женщины же занимаются всем тем же трудом, которым занимались всегда. Это собирание плодов, готовка, отделка шкур, изготовление одежды, много чего еще, естественно, забота о потомстве, о детях. Мужчины к всему этому делу не имеют. Мужчины заняты важными делами, престижной охотой. И получается, вырастает грандиозный культурный феномен мужчины с большой буквы. Так получается гендер. Рождается гендер вместе с охотой на мегафауну. Отныне женщина это та, кто готовит и занимается всей прочей ежедневной работой по быту. А мужчины же это тот, кто охотится. Но охота занятие не ежедневное, а периодическое. Уходя на охоту, мужчины коллективом, справляя все ритуалы, уходили на несколько дней. Потом с шумом пышно возвращались. Кто-то из них погибал. Это всегда было сопряжено с гибелью. Поэтому у мужчины вырабатываются определенные гендерные черты, не закрепленные в культуре. Умение рисковать, терпеть боль, быть отважным. Даже безрассудным. То есть для мужчин это превращается в спорт. Грандиозный спортивный феномен, рожденный тогда. И сейчас у нас есть отголоски всего этого, если мы посмотрим на нашу культуру. Кто самые популярные и успешные даже в финансовом плане люди, спортсмены, верно? Вся эта развлекательная индустрия, она кажется лишь развлекательной. На самом деле вся наша культура с тех самых пор вертится вокруг этого. То есть именно забава, бравада, мужская, престиж, соревнования, оно началось еще тогда с охотой на мегафауну. Возвеличивание мужчины в ходе охоты позволяет также объяснить иррациональное отношение во многих культурах к женщине. Там, где я вырос в горах, мы носим попаху. У тебя должна быть в первую очередь честный, должен быть мужчина. Женщины у нас попахи не носят. Женщина – существо нечистое и угрожающее мужчине. Это подтверждают не только далекие племена охотников-собирателей, их культуры, верование, что женская жидкость, менструация, кровотечение какие-либо, попах на мужчину, могут лишить его удачи в охоте в первую очередь, естественно. Лишить его мужественности. Слишком частое, долгое общение с женщинами угрожает мужчине. Мужчина должен всегда быть с мужчинами, тогда он остается мужчиной. Если мужчина слишком много времени проводит с женщинами, он теряет свой мужской статус. Грозит лежиться его. И угроза для мужчины исходит не только от женщин, от прикосновения, от контакта с ними, но и в первую очередь, наверное, самым главным образом – это от занятия женскими делами. Если мужчина начинает заниматься женскими делами, все, он больше не мужчина. Мужчина должен быть избавлен от этого. Мужчине нельзя заниматься женскими делами, иначе он будет проклят. Он лишится мужского статуса. Но нюанс в чем? Согласно моей концепции, мужчина, возвышившись в результате своей охоты, не способен избавиться от потребностей в плодах женского труда. Мужчине нужно, чтобы ему готовили, чтобы изготовляли одежду и прочие другие бытовые нюансы. Мужчина в этом нуждается, так же, как нуждался всегда. Но вот мужчине можно только охотиться. Все это делать нельзя, все это делают женщины. Это презренный труд. С тех пор это презренный труд. Женщина также презренная, потому что она занимается презренным трудом. Любой обыденный ежедневный труд становится презренным. Только редкий, эффектный, шумный, грандиозный становится ярким феноменом престижного характера. Тогда у мужчин и возникает потребность избавиться от непрестижного женского труда, но иметь его плоды, потреблять плоды непрестижного женского труда. Так рождается феномен брака. Мужчины начинают распределять женщин между собой, потому что они нуждаются в их непрестижном труде, в плодах их непрестижного труда. Так рождается брак. Брак – древний механизм подчинения женщины. Именно поэтому гипотезу, предложенную в книге, можно назвать идеологической концепцией природы брака. Возникла идеология великого мужчины, который должен был избавиться от презренного труда. И мужчина закабаляет женщину, чтобы она все это делала за него. В книге есть отдельные главы, посвященные древнему браку по историческим источникам. Это античность, средневековье. И там показано, что брак в древней эпохе всегда был иерархичен и основан на подчинении женщины мужчине. Насилие в браке также было неотъемлемо его частью. Мужчинам даже предписывалось и считалось это нормой – бить свою жену, поучать периодически. В средневековье было даже много семейных портретов, где мужчина изображался с палкой, и рядом с ним была покорная жена. Мужчине предписывалось бить не только жену, но и своих детей. Это не просто считалось нормой, а даже требовалось. Чтобы плюсти порядок семье, и чтобы семья жила как надо. Именно так выглядели традиционные семейные ценности. Если смотреть на них без иллюзий. Есть также главы, посвященные современному состоянию брака. И там ситуация не сильно меняется, за исключением того, что женщины сейчас подают на развод гораздо активнее, чем мужчины. В 70% разводов повинны женщины. Они, как правило, растрагают брак. Почему? Потому что самая распространенная фишка – это насилие в браке. Самая главная жертва всегда – это женщина. Если над женщиной совершается какой-то акт насилия, не обязательно сексуального характера, а физического, то в большинстве случаев это происходит именно со стороны любовника или мужа. Это о многом говорит. И предлагаемая мною концепция, она объясняет, как так сложилось когда-то. То есть главная угроза – она в браке, в семье. Также взятые примеры из социологии показывают, что даже в современном браке женщины выполняют почти все работы. Если женщина работает где-то наравне с мужчиной, то, возвращаясь домой, как правило, все работы по дому выполняет она. Мужчина лежит на диване. Это четкий исторический пример. Он как характерен для современности, также характерен был для русской деревни, для европейской деревни, для средневековья и в доисторическую эпоху. И у охотников-собирателей. Также в основном, основное пропитание добывают женщины своим собирательством. Самцы охотятся иногда. Как правило, дичь их очень скромна. На прокорм не хватает. Как правило, большинство пропитания добывают женщин. То есть любую форму брака где ни возьми, женщина всегда вкалывает гораздо больше мужчины. Мужчина, как правило, старается избегать работы. Он ждет подвига. Это все сложилось именно из доисторических времен, когда была охота на мегафауну. Но что же было до начала охоты на мегафауну? А было отсутствие гендера, равноправия и тотальный промискуитет. То есть мужчины и женщины спаривались совершенно неупорядоченным образом, как наши ближайшие родственники шимпанзе. В специальном разделе в книге уделено много внимания доказательствам существования у древнего человека промискуитета. Следы промискуитета остались и в физиологии, и в психологии, и в одном феномене культурного порядка. Поскольку в одном из предыдущих обзоров я рассматривал некоторые из этих свидетельств, то проще обратиться к ним. Все эти следы промискуитета в книге рассмотрены очень обстоятельно. Сложность, по которой ученые многие десятилетия, почти 100-150 лет, не могли точно адекватно объяснить, почему возник брак и, в первую очередь, как возникло мужское господство, она состоит именно в том, что было некоторое условие, при котором мужское господство возникло, а потом это условие исчезло. Мегафауна вымерла около 10 тысяч лет назад в среднем по планете. То есть это условие было, мужчина возвеличился, условие исчезло. А мужчина остался сохраняющим свое величие, поддерживающим его путем насилия и принижения женщин. Поэтому ученым не удавалось ответить, как возник брак и мужское господство, потому что они не учитывали феномен охоты на мегафауну. Предложенная гипотеза выгодно отличается от всех вышеизложенных, потому что объясняет сразу много разнородных явлений, известных в антропологии. В ней объясняется и рождение гендера с гендерным дисбалансом, и презрение к женщинам во многих культурах, а также широко распространенную мужскую боязнь женщин, как угрожающих их величию. Дальше из этого объясняется и собственно рождение брака с контролем женской сексуальности. Таким образом, предложенная гипотеза убивает сразу много зайцев, тогда как все вышеназванные гипотезы объясняют только какой-то один фактор. Эта книга стала результатом моего трехлетнего труда, когда я писал с утра до вечера почти ежедневно, без выходных. Но я горд за эту книгу. Вы не пожалеете, если приобретете ее, и ознакомитесь со всеми тезисами, изложенными здесь. Она прекрасно аргументирована. Сама книга в 500 страниц, а список литературы занимает около 60 страниц. Здесь где-то порядка 780 источников. Поэтому все очень хорошо аргументировано. Читайте миф моногамии семьи и мужчины, как рождалось мужское господство. Лучше работы вы не найдете. Поэтому я без застенчивости ставлю 7 баллов. Высший балл. Обязательно читайте. На данный момент можно не только скачать электронную версию книги на Литрессе, но и приобрести печатное издание. Для этого необходимо обратиться ко мне по имейлу или личным сообщениям ВКонтакте. Мои контакты прикреплены под видео. Обращайтесь. На этом все. Надеюсь, просмотр был интересен. И гарантирую, что книга будет точно интереснее. Приобретайте, не пожалеете. Все. До скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!